Быстрее, выше, умнее. Масштабный проект «Городские квесты» стартовал в Вологде 21 августа. Это серии игр, где важны и физическая подготовка, и острый ум, и знания истории города. Участниками проекта стали более 30 молодежных команд. Вместе с ними свои способности проверял и Егор Канавин. Игроки столкнулись с трудностями на самом первом задании. В начале квеста они получили листы с изображением разноцветных геометрических фигур. Каждый соответствует определенная цифра. Задача – сопоставить прямоугольники на листе с фигурами на фасаде школы номер 17. В итоге получается сумма цифр, вбив которую на сайте игры, участники получают следующее задание. И вот ответ найден – можно бежать к новой точке. Команда стремительно мчится по улицам Заречья. Именно этот микрорайон был выбран для первого городского квеста. Это новый проект молодежного центра «Горком-35» – серия из четырех командных пешеходных игр в формате «Энкаунтер», которые пройдут в разных районах Вологды. Всего у участников более 30 команд. Вообще в квестах будут участвовать различные категории молодежи. Это как учащиеся, студенты и работающая молодежь. У всех очень хорошее настроение, все готовы сражаться за победу. Поэтому мы уверены в том, что сегодняшнее мероприятие запомнится нашей молодежи. Для игроков это серьезное испытание. Бегом нужно преодолевать многокилометровые расстояния, а еще выполнять логические задания, разгадывать анаграммы, быстро ориентироваться на местности и, главное, знать историю Вологды. В том числе и неизвестные ее страницы. Это задание связано с историей, с какими-то новыми проектами, которые у нас проводились за речью. Какие-то интересные факты, какие-то интересные просто места. Сложные загадки интеллектуальные, сложные загадки на знания за речья. Ну и проявить смекалку где-то придется, где-то быстро бегать. С собой минимум вещей. Блокнот, ручка и обязательно средства связи. Все инструкции идут через интернет. Там же можно найти и ответы на некоторые сложные вопросы. Несколько испытаний уже позади и задание вывело участников к складским помещениям на улице Горького. Здесь надо смотреть во все глаза. Игроки ищут код, специальную зашифрованную надпись, которая позволит им пройти на следующий уровень. Задача не из легких, ведь заветный ключ к разгадке спрятан очень хорошо. Далее по набережной к синей площадке проекта «Семь чудес цвета» под мостом 800-летия. И снова серия каверзных исторических вопросов. Нужно вспомнить, что раньше самым высоким в Вологде было здание гостиницы «Золотой якорь». Или выяснить, как на Руси называли выходцев из Западной Европы. Разгадка в названии одной из вологодских улиц. Вот сейчас вот мы, например, прибежали на место, где всех иностранцев, как раньше называли, то есть Фрязи, то есть на Фрязиновского. Здесь номер семь дом, там девять. Вот мы между ними находимся, рядом с белым павильоном. Как это загадано в задании. Пытаемся разгадать, что это за русские буквы здесь, это задание изображая. Мы не можем понять. Тут игроки замечают, что опоры павильона похожи на римские цифры 9 и 11. Пара минут на размышления и цифры 911 превращаются в сигнал бедствия СОС. Это ключ к переходу на следующее задание. В общей сложности игра длилась три часа. И это только первая из серии приключений. Впереди у участников проекта «Городские квесты» еще две игры, по итогам которых сильнейшие команды пройдут в финал и поборются за главный приз. Следующий этап 28 августа в микрорайоне ПЗ. К участию приглашаются все желающие проверить свои силы и знания. Подробную информацию можно узнать по телефону 76-02-55 или на страничке события в социальной сети. Егор Канавин, Михаил Прищев, Волода Портал.